Азербайджан предложили пригласить в ЕАЭС в статусе наблюдателя. Такое предложение озвучил почетный председатель ЕАЭС, экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Я приветствую налаживание отношений между Арменией и Азербайджаном после многолетней размолвки. Я думаю, мы все так считаем, также отметил он. Между тем, в Армении это предложение уже вызвало шквал негативных эмоций. Армянам в очередной раз померещилась экспансия Азербайджана в самые облюбованные Ереваном блоки ЕАЭС и ОДКБ. Вероятность Азербайджана стать членом этих организаций – страшный сон и политическая катастрофа Еревана. И вот сейчас, такое вполне может произойти. Приглашение для Баку поступило на волне формата 3 плюс 3 прошедшего в Москве, а также заявлений Кремля о необходимости скорейшей делимитации и демаркации границ между Азербайджаном и Арменией. Можно ли связать все эти процессы воедино и воспринять слова политического патриарха СНГ, коим безусловно является Назарбаев, как некий новый этап интеграции Азербайджана и стран Кремлевского блока? И следует ли ждать новых истерических ультиматумов Еревана в адрес Кремля, если подобное и вправду произойдет? Азербайджан, безусловно, украсил бы своим участием Евразийский экономический союз. Тем более, что и чисто географически эта страна лежит на стыке Европы и Азии, как и Турция. И не только украсил в виде символа, но и усилил бы чисто экономически, так как Баку предпочитает конкретику, реальную отдачу от своей деятельности, а не номинальное членство тут и там. Такую точку зрения в беседе с Минвал Аз высказал российский эксперт-международник Григорий Трофимчук, отметив при этом, что это видно и по позиции Баку в рамках восточного партнерства, где суверенитет страны соблюдается и сохраняется в полной мере. Нурсултан Назарбаев, по словам политолога, без сомнения, отец ЕС, и он также выдвигал на протяжении всех лет существования этого союза ключевые идеи по его развитию, включая проект общей валюты, координацию действий с Евросоюзом и другие глобальные инициативы. И если именно он теперь говорит, что желательно бы пригласить Азербайджан стать ближе к евразийским делам и периметру, то это означает абсолютно продуманное, с его стороны, решение. Для самого же Азербайджана, по мнению Трофимчука, это был бы не только экономический, но и по сути, важный политический шаг. И в самом Азербайджане это прекрасно понимают. Для Баку здесь интересен и другой аспект, ведь членом ЕС является Армения. Если бы Азербайджан, теоретически размышляя, стал бы полноценным членом ЕС, а не просто наблюдателем, это была бы еще одна его победа над Арменией. Уже безо всяких жертв, а просто в моральном аспекте, в режиме открытого экономического соревнования систем, подчеркнул политолог. Азербайджан мог бы открыть новую эпоху развития евразийской интеграции. В этом нет никаких сомнений, уверен Трофимчук. Поэтому, по его словам, в Баку сейчас взвешивают на всех весах все минусы и плюсы такого участия. Кремль такое развитие событий однозначно приветствовал бы. Хотя не только он руководит ЕС, как думают многие, здесь более сложный механизм, связанный с коллективной безопасностью значительной части стран СНГ на фоне надвигающихся геополитических событий, подчеркнул наш собеседник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова